А, ну замечательно. Все пошло. Окей, давайте. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы разбираем недельную главу «Шмот», с которой начинается вторая книга, пятикнижная книга «Шмот». Глава очень интересная. Мы с вами в прошлых циклах разобрали из нее первый параграф. И так, что-то там еще. Сейчас посмотрим. Вот, сегодня мы разбираем параграф гимн. И вот он у вас на экране. Я провожу сегодняшние занятия за выздоровление моей дочки Бейла Хая Бат-Лена. Так, ребята. Так, ну я надеюсь, у нас еще народ добавится. Но пока, ага. Так, вот это я, наверное, должен подключить. Да. Я принимаю, да. Прошу прощения. Да. Сейчас, секунду. А, вот Тимофей пришел. Светлана, здравствуйте. Тимофей пришел. Светлана пришла. Тимофей, да. Шалом, шалом. Костя на месте. Прекрасно. Прекрасно. Так, вот. Ага. Принимаем Андрея. Угу, угу, угу. Так. Так. Мы начинаем с вашего позволения. Я начну, пожалуй, я начну с начала параграфа Гимел. Итак. И Моисей, 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 был буквально пастухом или пас скот Итро своего человека. Костя, который был коген-медиян. Слово коген обычно нами воспринимается как священнослужитель. Но есть указание, что это просто человек, занимающий некоторую должность. Про Итро много интересного говорится в Медрошае, в комментариях. Поэтому не будем уточнять, какую именно должность он занимал. И занимал ли он ее в тот момент. Ну, в общем, занимался он этим делом. Ва-ин-гаг. Слово на-гаг – это вести. Отсюда слово нэ-гаг – водитель. Да. Хэ-ге – это руль. Так. Легит на-гаг – это вести себя. Лин-гаг – это вести автомобиль. Итак, он привел Эд-Гацон, вот эти стада мелкого рогатого скота, после пустыни, буквально так. И пришел к горе Всевышнего, которая называется здесь словом Хорев. У этой горы есть несколько названий, так же, как у Итро есть несколько имен. Надо сказать, что и у Моисея, согласно Медрошу, было несколько имен. Но Всевышний сказал, в честь дочери фараона, которая дала ему имя Муше, я буду называть его только этим именем. Значит, слово Хотен известно нам. Оно может означать «тесть», а может означать «свекор». Так, все понятно. Если есть у нас новички, я просто хочу пару слов буквально сказать, пользуясь тем, что микрофон сейчас у меня. Мы в течение часа разбираем один из параграфов недельной главы. И, значит, я ставлю на Telegram нашу группу заранее два файла. Один файл, то, что вы видите на экране, это сам текст. Другой файл – это словарь, в котором я разбираю те слова, которые выделил зеленым фоном. А те слова, которые выделил желтым, это для меня самого. Я отмечаю, что я хотел что-то по поводу этих слов сказать. Так, теперь по сугбет, прошу Анну. Пробуем дословный перевод построить. Значит, и явился Ангел Всевышнего ему, Моисею, Моше, как бы в сердце огня получается. В центре, из среды, из центра пуста. Этого терновника. Снея – это что-то типа терновника. Кстати, по одной из версий Нарасиная названа в честь этого самого терновника. Ну, такая есть гипотеза. Недавно слышала. Ладно. Так, и увидел. И вот куст, вот этот вот терновый, терновый куст, как бы горит огнем или горит в огне. Это горит, да. Да, и куст не съедает, буквально не съедается. Не съедается, не пожирается, ну, огнем, естественно. То есть не сгорает. Да, совершенно верно. Последнее слово «ухаль» от слова «ахаль» – это пассив, да. Ну, вот первое слово выделено «блибат» от слова «лев». И слово «сне» – это кустарник, это куст. Но есть мнение, что это слово применимо не к цветущему кусту, а к кусту сухому. Есть мнение, что это вот конкретно куст чего-то типа терновника. Спасибо, спасибо, Анна. Гиммел, давайте по очереди. На очереди у нас Светлана. Вы готовы? Да. Да, верно. И сказал Маше, а дальше вы. От слова «завернуть» – поверну. На это пожалуйста. То есть как бы сказал сам себе, пойду-ка я сверну, да, ва-эр-э. Извините, да. И увижу. Да, и увижу, да, это будущее время. Это «хамар-э» от того же корня. Хамар-э – это получается «зрелище». Агадолизы. Так. Светлана, прошу вас. Зрелище, большое зрелище это. Великое это. Мадуа. Мадуа – это как лама. Для чего, почему. Но если лама – это буквально ле-мак. Чему, для чего. То мадуа не имеет такого оттенка. То есть это может быть по какой причине. Ло-и-в-ар. Тот же корень, что вот в предыдущей фразе по «эр». Не сгорает. Это вкус. Это вкус. Да, спасибо. Так. Я прошу следующую фразу Тимофея. Теперь Иван у нас обычно участвует. Вот, Андрей, я, честно говоря, не помню. И Людмила, если у вас будет желание поучаствовать, как вот другие, прочитать и перевести, милости просим. Если вы только почитаете, не стесняйтесь, даже если будут ошибки. Поправим. Вот, а перевод я могу дать от себя. Если вы не поднимаете руку, то есть я вижу, что вы включаете сами свой микрофон, значит очередь переходит к вам. Если этого не происходит, то мы пропускаем вас. Так, да, прошу вас. Тимофей, имел. Да. Нет, да. Да, да. Ма-А-А-ШЕМ КИСАРЛЕРОТ ВАЙКРАЛЛАВ ИМ ЭМЕТОВ МО-ШЕ МО-ШЕ ВАЙМЭР ГИНЕНИ Переводим. И увидела Всевышний, что свернул посмотреть, имеется в виду Ма-ШЕ, и вызвал к нему Всевышний из Средины Куста и сказал Моше Моше и ответил. Вот я. Спасибо, спасибо, Тимофей. Все совершенно правильно. На что я хотел обратить ваше внимание, что используется везде имя Всевышнего Элуким, которое связано со справедливостью и судом. То есть не с милосердием. Покамест только вот это имя. И еще удвоение имени, когда в начале диалога Всевышний обращается к человеку, также он обращался к Авраму, также он обращался к Якову. Спасибо, спасибо. Хей, попросим Ивана. Иван, уставим? Да, да. Да, да. Да, совершенно верно. Спасибо. Так. Сказал ему, не приближайся. Да. Вот это вот слово «галом» я попрошу Анну озвучивать словарь, чтобы мне не отвлекаться на другой файл. Да, «галом» в словаре что означает? Секундочку, да, сейчас. Да, извините, если не сложно. Так, сейчас. Так, «галом» – «галом». Подходить, идти к чему-то, быть к лицу, подобать. Вот. Понятно, понятно, да. Ну, смысл-то такой, не подходи сюда, не подходи слишком близко к этому месту. Теперь вот это вот слово «шаль» – это отдельный глагол, который редко используется. Это означает «разуваться», то есть снимать конкретно обувь. Интересно, что «обуться» и «разуться» аналогичный корень сохранился в украинском языке, как по-украински «обувь». Светлана помнит? Ой, я уже по-английски думаю. Черевички же были. А, черевички. Наверное, да. Это все знают из фильма даже. Ну, это, наверное, какой-то специфический вид, да. «Меаль Раглеха». Так. Слог. Снять обувь с ног. Найди твоей, да. Да, прошу вас. Иван, продолжайте. Потому что это место... Потому что это место, на котором ты стоишь. На нем, буквально, да. Вот так на иврите выражается это. Место, которое ты стоишь на нем, адмат кодеш. Да? У. Земля святая. Оно, да. Потому что, поскольку... Да, спасибо, спасибо, Иван. Поскольку здесь использовано «гу», а слово «адмат» или «адама» женского рода, то, очевидно, слово это «гу» относится к слову «амаком». Место, да. Поэтому правильный перевод будет. Место, на котором ты стоишь, земля святая. Оно. Это место. Да, спасибо. У меня вопрос, честно, уже по смыслу. Нет, никто не знает, только комментарии, почему нужно было снимать обувь. Моя машина должна была снять обувь. Почему? Ведь когда он покатал по двери, уже пришли все люди, горе Синаи, он общался со Всевышним, про обувь там уже речи не было. Никто никакой обувь не снимал. А чего, почему здесь вдруг? Никто ничего не знает. Что-то озадачиваю. Ну, во-первых, да-да-да, послушаем. Да, Тимофей. Тимофей, вы хотите ответить, да? У меня... Я сказал, что читал, но вот не могу вспомнить. Ага. В свое время я читал, что снятие обуви символизирует отказ от самостоятельного понимания, что надо делать. То есть, это некий символ. Вот. А... Так. А... Когда вот Бог обращается к Моисею, да, это как бы означает не пытайся что-то понять, а просто делай, что тебе сказано, и... И впоследствии поймешь. Я думаю так. Когда евреи подошли к горе Синаи, да, они остались у подножия горы, и, очевидно, Моше к тому времени подошел ближе. Вот. И когда Моше поднялся к Богу, тут не сказано, снял он обувь или не снял он обувь, но не исключено, что здесь ему это не понадобилось. То есть, нет такого четкого правила, что когда ты находишься в святом месте, обувь надо снимать. Как, например, у мусульман в мечети, да? И аналогично есть, знаете, у кого? У караимов. Есть даже такой анти-караимский еврейский анекдот по этому поводу, но сегодня я его рассказывать не буду. Так. Подождите, я хочу обратить внимание, извините, обратила внимание, по-моему, у китайцев, когда они заходят в дом, они обувь снимают снаружи. Это у японцев? Я знаю, у японцев. Китайцы снимают обувь, а потом заходят в дом. Ну, я знаю, ну, просто потому что они на полу там и сидят, и кушают, и спят, поэтому, как бы, ну, просто чисто из гигиенических соображений. Это соображение гигиены, может быть, я не знаю, у японцев точно, потому что они на полу, как бы, живут на полу. Да, да. И, по-моему, про японцев я слышала, что, если не путаю, что у них для каждого помещения свои тапочки, что ли, даже для балкон и так далее. Да, да, да. В туалете, в туалете точно тапочки появятся. Маслый. Это вроде другое, как будто. Так, по-моему, Куаним же тоже, по-моему, босиком свою службу несли в храме. А, в храме же, да, в храме же нельзя было точно много сносить. Но здесь объяснение, опять же, не из святости, а потому что обувь, которая была тогда, так сказать, обычной, да, сандалией, они при быстром беге подворачивались, и во время службы Кукоинам приходилось очень быстро бегать. И обувь просто была для них опасной. Объяснение здесь чисто техническое. Окей. Людмила, есть у вас желание следующую фразу прочитать? Да, постараюсь. Не радуй. Так, прошу вас. Во-йо-йо-марашем рао раити эд ами ашер пыми цраем в так мне тут вот последняя буква это слово аха. Я просто силе читала, а мне там стерт ами ашер пыми цраем шамати мифне но ног сав киядати эд маху вав маху вав да, спасибо. Так, прощи, а мы пропустили, а пропустили одновременно. Вав, вав пропустили. Вав пропустили. Ну, давайте так, давайте я прочитаю и переведу вав а потом мы займ вместе с Людмилой попробуем перевести. Итак, вав я читаю. Вот эта фраза достаточно простая. Вот, но Людмила выбрала у нас сложную фразу и сказала я понимаю да я бог отцов точнее отца твоего бог Авраама бог Ицхака и бог Якова и скрыл аэстер как гистир отсюда имя эстер мошэ и свое лицо потому что боялся отсмотреть буквально то есть боялся он смотреть на бога а вот теперь заин который прочитала Людмила давайте попробуем вместе воем и рашем и сказал господь слышно да 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 увидел я ну усиление туда вот это рао 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 беда повтори рот окна в Египте слово там почему-то цаака это крик и крик их буквально сама тебе перед этим цаака какое слово можете показать есть слово ВЭЭТ да вот и цаака крик их я услышал от лица моего или как тут лучше МИПНЕЙ это из-за по причине НОГО САВ прошу Анну озвучить перевод этого слова секундочку так угнетатель притеснитель из-за угнетателей их получается его угнетатели а до этого было сначала во множестве сначала единственное потом во множественном но народ же АМ АМ мой народ имеет АМ да но цаакатам это же их то есть это да 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 цаакат потому что я узнал их вот это махав это болезнь махав от слова КЭЭВ боль боли их или страдания их его боль да 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 верно спасибо спасибо его боли интересно что тут множественное число то единственное число чередуется его или их так а там но но это вот максав и мак 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 так но давайте хеттов я почитаю ва эред лэ хацило мияд мицраим улга лото мин ха арец ха ги эл эрец товар ухва эл эрец зават халав удваш эл мак хакна ани вэ ха хит вэ га эмор вэ га приз вэ га хив вэ га е вус фраза простая но длинная ва эред от слова я рад и спущусь и спустился я буквально спустился то есть ва переворачивает с будущего на прошедшее время лэ га цилло спасти его то есть народ из руки египтян египтам точнее и поднять его из страны этой это один из многих случаев когда вроде бы написано слово с буквой вав но читается через ю через и хирит ай да из страны этой в страну хорошую и широкую в страну зават халав удваш это значит истекающую молоком и медом слово зав используется в книге в книге ваикра для обозначения некой болезни когда происходит истечение но здесь в хорошем смысле страна текущая молоком и медом в место то есть в то место где находятся кнаани это хананейцы хитейцы эмарейцы призейцы хи вейцы и его сеи вот так они по-русски называются это народы хананские народы вообще по максимуму их 10 иногда называются они в одном составе иногда в другом составе вот здесь названы эти да прошу Анну читать так 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 ве ата гине цаакат на Исраэль баа элай вегам раити элай лахат ашер митраем лахат лахат цим отам и вот вопль крик народа израиля сынов израиля дошел до меня и увидел я угнетение которым египтяне угнетают угнетают лахат это буквально давление например лахат давление кровяное лахат атмосферное давление тоже этим словом но и давление психологическое а вот лахат это держать психологическое давление и продолжать работать спасибо так юд Светлана прошу вас верно помощь пожалуйста лахат это императив иди да ва эшла ха ха эшлах это я пошлю да ха тебя и я пошлю тебя ну более точно в переворачивающий получается я послал тебя но здесь в общем одинаковый смысл да эль пар о пожалуйста Светлана что извините я просто и пишу и смотрю вы сами пожалуйста отвлекаю да я сам виноват то что я сказал Светлана и Светлана вышел бы великолеп к фараону да к фараону да а к фараону извините это я могла перевести ну пожалуйста сделайте Светлана потом запишите а к отце я не знаю выводить выводить да я это выводить это вывел да и вывел народ сынов израилевых из из Египта да мой народ да вроде бы здесь первый раз говорит говорит о евреях о моем народе вне Исраэль из Египта да лярно спасибо спасибо так сейчас у меня на очереди Иван прошу вас ют да прошу вас и сказал мужи богу кто я кто я такой да действительно чтобы идти чтобы идти к фараону чтобы идти к фараону чтобы чтобы вывести сынов сынов Израиля из Египта из Египта совершенно верно да но если точный перевод кто я такой что я пойду к фараону и что я выйду ну смысл передать да спасибо так Людмила сейчас минуточку не не Тимофей Тимофей на очереди пожалуйста прошу вас да вайомер ки эге имах везэ лэха гаот ки анухи шлахтиха бэгоц сияха гэт гаам мимицраем тавдон тавдун эб элогим аль агар азе да переводим и сказал ки я буду с тобой потому что я в данном случае ки может иметь разные переводы но здесь потому что да потому что я буду с тобой и вот тебе знак знак что я что я послал тебя для вывода при выводе когда да когда когда будешь выводить буквально когда будешь выводить народ из египта здесь можно опустить для смысла будете служить это работает кому кому да работает на кого да агар на этой армии а вот звук у вас что-то со звуком такое со звуком со звуком тимофей писал тоже что он плохо скачет скачет да вот что-то то пропадает то появляется крепит так ну не знаю не знаю я все тот же и компьютер у меня все тот же надеюсь что будет нормально если это связано с сетью то к сожалению я тут ничего исправить не могу так ну скажите мне еще просто надо знать это надо как-то учитывать микрофон пропадает нет микрофон я встроенным пользуюсь сейчас что-то не не слышу вас так тимофей пропал тимофей пропал я тут я тут что требуется прерывается звук стало все вдруг хорошо слышно до этого были у многих не знаю может с интернетом что-то ну я не думаю что это дело в том что я ближе к микрофону или дальше от него потому что он достаточно чуткий но может быть это связано со связью извините тавтологию так я не могу тут пройти мимо чтобы не отметить нелогичность ответа на этот вопрос скажущуюся да кто я такой а всевышний отвечает вот вам знак вы будете служить да дело в том что всевышний показывает дело не в тебе а я буду с тобой то есть важен не посланец а пославший да и чтобы показать насколько почему показывает Моисею насколько ему это важно да что ты выведешь народ не просто так ребята свободны делайте что хотите вот но вы будете совершать определенную работу службу служить и именно здесь на этом самом месте да спасибо Тимофей Людмилу мы попросим прочитать дальше да да с удовольствием значит в 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 амарти лах и лок и а вот их шалах а а а вы а да 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 так к сожалению пропадал звук во время чтения ну попробуем перевести прихожу сына мы вот я прихожу да вот это вот вам может быть наших наших отцов к вам к вам и скажу и скажут они к сожалению не расслышал каково имя его что скажу я им но здесь тоже что его за имя что скажу что скажу что скажу им омар это как будущее время спасибо спасибо людмила к сожалению некоторые слова пропали но я надеюсь что смысл ясен да здесь тоже такая странная фраза а что значит почему так важно знать имя всевышнего да но имеется ввиду что вот это имя элоким означает строгую справедливость но если другое имя которое передается тетраграмматоном это божественное милосердие то есть вопрос здесь моисей ожидает от еврейского народа резонова вопроса всевышний будет выводить нас по справедливости или по милости а в чем разница если именем элоким которое у нас до этого было да имя означающее божественную справедливость и нелицеприятный суд то если наши заслуги недостаточной всевышний покарает нас накажет нас сразу но если он выводит нас под именем тетраграмматон под именем милосердие то тогда мы можем надеяться на милости вышнего даже если мы ее и не заслуживаем спасибо людмила так теперь и удалят да ну давайте я читаю и сказал всесильный моисею я буду который я буду или можно сказать так я тот который я есть я буду вечно разные варианты понимания но дословный перевод это я буду как я буду и сказал так скажи сынам израиля тот который будет то есть я буду послал меня к вам так вот тут очень интересный но сложный вопрос об именах бога зачем вообще не нужны почему они разные что они означают почему надо обращать внимание каким именем называется всевышний в том или ином отрывке этот вопрос мы не освещаем мы не ставим себе такую задачу но на комментарии я советую обратить внимание на спасибо дальше анна так я сказал себе спасибо так так татвах вайомер от элуким эльмошэ ко ко томар эльбны израэль ашем элукей авраам элукей а вот я сейчас ахваёст ашем элукей а вот я хэм элукей авраам элукей цхак элукей яков шлахань алейх 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 алейхэм зэшми ле олам вазе зихри ле дор вадор ле дор 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 да все так и перевод так перевод и сказал еще все всевышний маше так скажи сынам израиля бог всесильный бог отцов ваших бог авраама бога ицхака бог якова послал меня к вам и вот это и это имя мое вечное и так как бы так поминать поминать поминание из рода из рода в роды как-то так зихри поминайте меня память обо мне память обо мне рода в роды да верно спасибо обратите внимание что и здесь и в других местах говорится о бог авраама бог ицхака и бог якова хотя можно было бы как в другом месте сказано бог один раз авраам ицхака и якова да почему в молитве мы молитвешмана и ср евреи в начале обращаются ко всевышнему вот так как в этой фразе например потому что служение авраама было не такое как служение ицхака служение якова было тоже новым путем да то есть скажем так наши праотцы а если брать в целом то семеро наших так называемых пастырей да мы перечисляем их ну например праздник сухот да каждый из них представляет некое свое качество да и представляет свою что называется сферу авраам является воплощение качество хэсэд да ицхак это гбура яков тиферит и так далее да спасибо большое так сейчас будет очень интересная фраза которую нам прочитает шеклана извините сейчас один момент вам видно мой курсор да вот это вот слово ле олам да от слова олам которое означает иногда мы его переводим как мир но по сути оно означает вечность это имя мое навеки да и вот в этом слове ле олам не стоит буква вав для огласовки холам да а поставлена точка над буквой а и вот есть интересный комментарий что это как бы намек на то что слово это можно прочитать ле олам то есть как бы для того чтобы скрывать это имя мое чтобы скрывать его то бишь вот то имя который мы который мы читаем как га шем или а до най да по сути оно пишется тетрограмматоном тетрограмматон четырёхбуквенное имя всевышнего давайте я сейчас выделю его вот он вот оно до этого всевышний назывался словом элуким да а здесь он называется а чем и вот это имя никогда не читается так как она пишется да читается она иначе может быть вследствие вот частности и этого правила это имя которое следует скрывать спасибо извините что я отнял у вас микрофон и так тет займ читает я пою я говорю с вами одонайлах и надо правильнее право мы читаем тору мы ее изучаем мы можем произносить имя как мы его читаем благословениях молитвах и при чтении тора а вы ас вас авто это зикны и сраэль вы марта а лэхэм ашэм алухэй а вот и хэм нир а и лай это собрать и собери Это зикне Исраэль, старцев Исраэля, то есть старейшин. Ве амарта алихем, это вы сами знаете, да? Не буду вас облегчать. И скажи им, да, скажи всем. И скажи им, Всевышний, здесь вот имя, циклограммотон, Бог отцов ваших, Нир-а, от слова Ра-а, в пассиве, сделался видным, то есть показался, явился. Это элай, мне, элокей, Авраам, Исхак и Яков. Здесь идет один раз слово Бог, Авраам, Исхак и Яков. Леймор, говоря, вот это слово, покод, да, и покадати, от одного корня, имеет несколько значений. В современном иврите покид, это клерк, служащий, да? Это слово, например, означает дать указание, дать приказ. И также почему-то вложить деньги на счет, да? Но здесь по смыслу перевод вспомнил, да? Вспомнил, Этхэм, я вас, я вас вспомнил, да? То есть как бы я задействовал мою программу, да? Не то, что мы, конечно, не думаем, что Всевышний забыл про свой народ на все то время, пока они мучились в египетском порабощении, но человеческим языком, как бы вот сейчас пришло время, что я вспомнил вас. И то, что сделано вам, то, что делается вам, то, что было сделано вам в Египте. Да, спасибо, Иван, Ют, Заян, прошу вас. Так, а вот только минуточку, там делают еще в том, что вот эти два слова, по код, по касте, это же когда Юсеф, по-моему, перед смертью, он сказал нам из Израиля, своим братьям, что Всевышний помянет вас Всевышний, или искупит вас Всевышний. И вот эти слова как бы были паролем, то есть когда придет время избавления, избавления, вот придет человек, который вам эти слова скажет. Вот он пришел и сказал. Да, вопрос, кто помнил этот пароль? Передавали, может быть, его там... Там дочь Ашера. Дочь Ашера. Мы еще там были, да, была же женщина какая-то. Сэр. Да, 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 была, была, точно. Правильно, Махит, точно, точно. Которая опознала этот пароль, да. Верно, спасибо. Так, где мы? Иван читает в Иоанне. Да. Ва-Омар. 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 А-ле. Эсхам мы ани. Мисраем эль эрес окна ани. Ахити. Ва-эмори. Ва-призи. Ва-хиви. Ва-евузи. Иль эрес за вас. Халав удваш. Да, верно. Спасибо. Ва-Омар. И скажи. А-а-ле от слова поднимать. Я подниму Этхэм. Прошу вас дальше. Выведу вас. Страдание буквально. А он. Из страданий. Из страданий. Египетского. В страну. Экнанеев. Итеев. Итеев. Имуреев. Призеев. Ахивиев. Имеев. Ахивиев. Ахивиев. Египетский. 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 В страну. Истекающую. Тепущую. Истекающую. Молоком и медом. Да. Спасибо, Иван. Спасибо. Так и есть. Да. Так. Юлькет. Симофей. Ва-шам-у. Ле-колеха. Увата. Ата. Вазик-нейх-схээль. Эль-мэлех-мисхэйм. Ва-мартэм. Элаф. Адонай. Эл-о-хэй. А. И в Рим. Ника. Алейну. Вэта. Нельхана. Дэгэх. Шлошет. Ямим. Бамидбар. Ванис. Бэха. Ладонай. Эл-о-хэйну. Спасибо. Так. Пробуем переводить. Пробуем. Так. И послушают твоего голоса. И пойдешь. Да. Послушать себя. И пойдешь ты и старейшина Израиля к царю египетскому. И скажете Ему. Всевышний Господь наш. Евреев. Господь евреин. Да. Евреев. Да. Евреин. То есть как бы здесь следует подчеркнуть, что не мы это, так сказать, специально искали его, да? А как бы он встретился нам, вот так вот произошло, вот так случилось. Так. Да. Встретился нам. Да. И теперь отпусти нас, пожалуйста. Пойдем мы, пожалуй. Пойдем мы, пожалуй, путем до трех дней. То есть дорога, которая ждет три дня. Да. В пустыню. Низбеха. Принести жертву. Зарезать жертву, да. Нашему Всевышнему. Всевышнему Богу нашему. Да, спасибо. Спасибо, Тимофей Дельный. Спасибо за песню, которую вы поставили на чат. Вот сейчас я ее заметил. Ага. Да, совершенно верно. Что такое Дерех шло шек аймим? В начале не идет речь о том, чтобы фараон просто отпустил народ. Да. Потому что по меркам того времени это было противоестественно. Кто же отпускает на волю рабов. Но для начала Бог говорит Моисею, попроси отпустить на семь дней, на одну неделю. Почему на семь дней? Три дня займет дорога до того места. Один день мы будем заняты исполнением нашего долга, принесением жертв Богу. И три дня займет обратная дорога. И вот это дало фараону впоследствии зацепку. Когда он увидел, что три дня прошло, а евреи не думали поворачивать обратно. Да, он послал погоню за ними. Да. Спасибо, Тимофей. Так, теперь я, очевидно. Нет, Людмила, что вы, конечно. Людмила, прошу вас. А я знаю, что не даст вам царь Египта... Ну, пойти, наверное, на холох. Да, да. Это инфинитив, который сейчас мы по-другому... И даже не рукой сильной. То есть даже когда рукою крепкой я буду его заставлять, даже и тогда он не будет повиноваться. Спасибо, Людмила, всё совершенно точно. Так, я читаю Каф. Вешалахти от яды, вхекейти от Мицраим, баколь нефлотай, ашер аесе бекирбо, ваахар и хеен, и шалах от хеен. Перевожу. Вешалахти от яды, и пошлю я руку мою, вхекейти от слова мака, и буду бить Мицраим, буду наказывать его. А сарамакот Мицраим, десять казней египетские, буквально это десять ударов, но не сталинских, а божественных. Бехоль нефлотай, всеми моими, что такое нефла, чудесами. То есть чудеса будут происходить, и кроме того, что они будут демонстрировать могущество моё, то есть что я действительно Бог, тот, который создал весь этот мир, но кроме того, они ещё будут наказанием макот для египтян ваикейти и побьют, которые я сделаю в среде его, и после этого отпустит, буквально пошлёт. Эт хэм вас. Да, Анна Кафалев, да? И дам вам милость у народа этого в глазах египтян. И вот когда пойдёте, не пойдёте как бы в пустую, с пустыми руками. Пойдёте с пустыми руками, совершенно верно. Да, верно. Вот это вот слово «рейкам», которое я при первых чтениях воспринимал как нечто само по себе, да, происходит это слово «рейк», «рейк» – это буквально «пустой», да? «Ле-ракен» – это «опустошить», то есть, допустим, вылить всё из сосуда, ле-ракен. А «рейкам» – это обычно переводят «не пойдёте с пустыми руками», то есть, что-то вы с собой возьмёте. Кафбет, попросим Светлану. Кафбет, попросим Светлану. Кафбет, попросим Светлану. Алё, что-то вы пропали. Да, что-то такое. Да, Раф, у меня высказывался. И тёмный экран был. Да. Ой, ждём Алью. Выбросим. Да, что-то такое случилось. Меня уже два раза за сегодняшнее занятие выбрасывало. Да, сегодня что-то связь не очень. Ну, Светлана, пробуйте раз. Я хочу подождать как-то. Или, если можно. Или что мы делаем? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Подождём чуть-чуть, да? Подождём, да. Я понимаю, что здесь про деньги. Вот так, где меня. Попросит женщина у соседки её. Вот. Людмила, молодец. Шахен. Шахен – это сосед, да? Да, Шахен – сосед, да. Попросит женщину у её соседки. И у той, ну, как бы, у той, что живёт с ней в доме. Мигрант – это Адгар, да? Да, Адгар. То есть у той, кто с ней в доме живёт рядом. Да. Я помню, что соседи есть разные вот в современном, которые по комнате вместе снимают, а которые за... Шахен, я не помню, какой сосед. Ну, это, видимо, может быть, видимо, в соседнем доме, а тут имеется в том же доме, в одном и том же доме живёт. Видимо, так. Так, значит, получается клей кэсов, то есть, ну, сосуды серебряные, клей загав, сосуды золотые и... Смолот. Смолот, платья, одежды, одежды. И сантем альбнэйхэм, то есть возложите на сыновень своих, альбнэйхэм, надо чего. Слово-эм, но чего написано об этом слове, сказано, что опустошите, опустошите, вот так вот, опустошите египет. Это это ницалтэм, да? Да, ницаль, да, ницаль, там длинный комментарий. А какой это ницалтэм? Ницаль, это пейли, да? Может быть, даже и нефаль. Может быть, даже и нефаль. Нефаль, по-моему, да? Нефаль, наверное, да. Ницель, ленад, 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 ленад. Пассивный. А может быть, это коренная бука. А какой корень тогда? Я думала, ну, это... Вот может быть, ну, он садилай, может быть, это и корень, может быть, это и фаль, может быть, даже и весь, может быть, это коренная бука. Ну, давайте в словарь заглянем. Пока ждем. Сейчас попробуйте. Есть. Ну, словарь там нет этого. Сейчас попробую, да, набрать. Почему? Будет вырезать. Да, использовать, эксплуатировать, да, не цель, леноцель. Вообще-то похоже, что пель действительно. Да, леноцель. Пель, да? Да, наверное, пель. Пель, значит. Да. Предварительно. Да, предварительно. Давайте дальше, кто? А мы дочитали? А мы дочитали, да. Да, Тимофей, там у вас, по-моему, права организатора. Вы же можете... Нет, у меня ничего не могу. Нет, что-то написано, Тимофей теперь является организатором. Сколько времени? А, кстати, да. Такое, Людмила, что вы говорите? Ну, час. По-моему, час. Сейчас у нас половина. Половина. Сейчас я напишу, давайте попробуем написать, может. Урок час. Да, у нас обычно это час, ну, плюс-минус там пять минут. А когда вы успели вот первые два, первые две части шмотать? Шмотать. А, Людмила, вот я не знаю, может быть, вы где-то есть в Телеграме или где-то, я вам... Людмила, вы где-то есть в Телеграме? Мы выложим тогда в группе, в группе вы есть у нас, группа Еврита, да? Выложим мы две... У нас было занятие, у нас начались вот эти вот в девятнадцатом году. То есть, получается, как бы, девятнадцатый-двадцатый год у нас были по этой главе уже занятия, два занятия. Надо поискать. Я имею в виду, что мы... О, Людмила тоже выбросила. Людмила тоже, правда. Что-то у нас сегодня... Какая-то фантастика прямо. Да уж. Ну что, наверное, закругляемся, раз такое... Да, ну, единственное, просто как бы запись-то она сохранится. Запись, да, вот оставить. Не сохранится, не сохранится. Записано рекорд наверху. Не, ну, она идет, она идет, но у кого-то она должна ведь сохраниться в компьютере, а у кого она в компьютере сохранится. Написано, что она у меня, но я на телефоне. Ну, вот он-то и делал, что как бы вы-то организатор, но она должна в компьютере у Ильяго сохраниться. Что-то я ему написала, но что-то он пока не отвечает. Ну, я вижу, да, у меня тут написано рекординг, я могу нажать стоп. Вот это алибет, шмот, алибет части? Что-то, что вы говорите, Людмила? Вот, мы вас слышим, да. То есть алибет вы не в этом году читали, шмот, да? Нет, я говорю, да, мы в девятнадцатом году начались этот курс, поэтому два, как бы две, первые, две первые головы уже у нас были, надо поискать. Я, как бы, если выйдет в группу, то мы... Я есть, да. Ну, вот я поищу, посмотрю. Если найду, я выложу. А раз в неделю занятия? Да, 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 по воскресенью.